Здравствуйте! Я часто вам показываю свои блокноты, что у меня есть блокнот для записей, который я постоянно использую для встречи, для звонков и так далее. То есть это у меня такой расходный блокнот, не для того, чтобы что-то записывать и эту информацию потом хранить. А это записная книжка, блокнот для того, чтобы эту информацию быстро зафиксировать и потом её переработать, сделать саммари и вывести на какой-то уже другой совершенно уровень. То есть это и черновик, и для быстрых заметок, и для фиксации разговоров, дат и так далее, которые я потом по сути опять переписываю, ну, образно говоря, переписываю. Потом я разношу эту информацию, которую быстро вношу в этот блокнот, разношу по уже нужным местам. Что-то в планер, что-то в электронном виде фиксирую, основные тезисы, которые нужно выполнить, какие-то планы или наоборот, что-то нужно исправить или записать для будущих проектов, встреч и так далее. Ну, одним словом, вот такие блокноты у меня очень быстро расходуются. Это ЧАК. ЧАК уже закончился. И каждая страничка начинается с даты. И что это? Встреча, кто присутствует, какая тема обсуждается. Обсуждается ли что-то с партнёрами или обсуждается это с сотрудниками, или какие-то записи, которые мне нужно сделать быстро, потому что вот в мой планер, в мой планер уже попадает информация о краткие выжимки. Здесь я не записываю быстрые записи. Иногда бывает на встрече или на звонке я могу вплоть до того, что там 7-8 страниц заполнить. Иногда одна-две по-разному. Так вот, ЧАК уже закончился. Я всё до последней странички хотела уже там дописать. И как раз уже вот прямо до обложки дошла в нём. И я просто его выброшу, так как вся информация из этого блокнота так или иначе разместена по нужным местам, там, где она будет работать. Так как этот блокнот я очень часто ношу вместе с основным планером на год, это достаточно такой увесистая история. И, конечно, с одной стороны, мне вот жаль, да, что этот ЧАК, я его выбрасываю, и это не стоит совсем мало, да, ЧАК всё-таки дорогой. Итальянский блокнот с красивой, хорошей бумагой, очень качественный. С ним, в принципе, вообще ничего не происходит. Если вы делаете какие-то мелкие записи, он вам десятилетие будет служить. Он софт, обложка софт, но она очень плотная, хорошая. Есть много обзоров у меня на ЧАКе. Резинка прекрасная, что классно, что у ЧАКа не нужно петелечки покупать. Здесь, может, даже две ручки на своём борту, например, да, вот так вот. Или вот здесь ещё что-то можно добавлять. Ну, одним словом, я решила, что нужно подумать, чем бы его заменить. И, скорее всего, я вернусь к варианту... Так, этот блокнот нам сейчас не нужен, это Zipfens. К варианту маленьких записных книжек. Сейчас у меня такие дубли есть, вот таких у меня две записные книжки. Это А6 и Б6. А6 и Б6. Это не Zipfens. Это я сняла закладку из Zipfens. Вот Zipfens. Но здесь линейка, как вы видите, и прямо какая-то атласная шелковистая бумага. Он меньше, легче, очень много страниц. Но, ну, не знаю, как-то я так на него... А, даже я вот что-то уже приклеила. Вот так обычно идут все Zipfens. Большие, маленькие и так далее. А вот этот блокнот, он очень похож. Видите, очень-очень похож. А6 это Мигель Риус. Он, по сути, в два раза дешевле, чем Zipfens. А то и больше. И он в такую вот мелкую клеточку. И, конечно, если я скомпоную основной свой планер и такую толстенькую записную книжку, важно, чтобы она была толстая. Потому что обычно карманные записные книжки все-таки не так много. Здесь 400 страниц. Поэтому, ну, такая необычная записная книжка. И будет помещаться много. Плюс я буду использовать закладку для того, чтобы... Для того, чтобы можно было еще и отмечать, в каком месте я нахожусь. Так, вот так очень классно. Резинки нету, но вот, наверное, вот такая компоновка у меня планируется. Этот я просто выброшу, еще раз пересмотрю и выброшу. А вот такой небольшой комплект. Он легче и удобнее. Еще я подумала, что, конечно, есть некоторые... Ах, вот так вот он хорошо поворачивается. Зиквенс, на всякий случай, напомню, что он вообще вот так поворачивается. Геллерилус не такой гибкий, товарищ. Хотя тоже, если требуется, то можно и в карман. Вот как-то в сумочке где-то поместить. Он возвращается к своей форме. Хотела сказать, что есть здесь неудобство, некоторое неудобство небольшой страницы. Когда у вас вот так вот лежит рука, вы что-то пишете, то он быстро как бы заканчивается. Ну, я подумала, что можно же и вот так фиксировать. Вот таким образом. В таком репортерском режиме. И буду использовать для ежедневных записей. Из-за того, что он меньше, и мне это как-то больше сейчас нравится. Потому что меньше нужно носить с собой. И еще он может помещаться в мой такой пенал. Вот, что мне еще нравится. Потому что он раз и сюда поместился. Так как я пенал сейчас тоже почистила. Кучу ручек оттуда достала. И решила, что вряд ли мне с собой нужно в сумке носить там 50 штук ручек. Можно... Я попробовала пойти ручек 10. Но пока остановилась на 15, еще раз переберу. Я думаю, все, кто любит ручки, коллекционирует, поймет меня. Как-то кажется, что вот прямо понадобится. Ну, такой у меня план. Здесь нету петелочки, здесь нету резинки. Я думаю, что, во-первых, петельку можно вклеить. Хотя не хочется тратить петельку, так как я знаю, что я этот блокнот выброшу. Ну, можно, наверное, сейчас посмотрим. Можно фиксировать ручку. Вот так. Отлично. Все. Такой план у меня для блокнотов, в которых я вношу ежедневные рабочие записи, которые потом расходятся по всем необходимым местам. То есть это такие мысли вслух, высказывания вслух, предположения, идеи и так далее. И все-все-все сюда. Это такой инбокс некий рабочий инструмент, который я в год вот таких... Маленькая, понятно, я впервые беру, а вот таких записных книжек в год может уходить. Ну, штук шесть, наверное. Иногда меньше, иногда больше. Понятно, что все зависит от разных вопросов. Но пишу я свободно в них, не мельчу. И как бы, наверное, это хороший такой мой инструмент, которым я и показываю, как сама его использую. И, может быть, вам будет полезно.